Всем здравствуйте! Здравствуйте зрителям канала Жизнь на подоконнике! Сегодня мы с вами рассмотрим такую тему, как подкормка орхидеи. Орхидеи, как и многие другие комнатные растения, нуждаются в обязательной подкормке в любое время года. Зимой рекомендуется подкармливать реже, весной, летом, ноябрь, в общем, чаще. И особенно цветущие растения, которые все свои силы отдают цветочкам, и им очень нужна помощь, подкормка. Когда их продают, я думаю, ни для кого не секрет, что для выгонки, для того, чтобы они оптимально, классно, красиво выглядели для продажи, их подкармливают очень и очень сильно. И когда они попадают к нам домой, и мы перестаем это делать, конечно, для них это шок. И многие из них избрасывают цветы и плохо себя чувствуют, поэтому обязательно их поддерживаем. Сегодня у нас две вот такие орхидеи. Это магазинная, она уже давно у меня цветет, раскрыла два бутона, чувствует себя замечательно. Периодически я ее поливаю примерно раз в неделю. Видео об этом, как поливать орхидеи, есть на канале. И вторая у нас орхидейка из реанимации. Мы ее выхаживали, она была абсолютно сухая, с сухими листьями, увядшими сухими корнями. И, в общем-то, она уже реанимировалась, можно сказать, чувствует себя хорошо. Корни у нее восстанавливаются, и так как она цветет, ей тоже надо помогать, чтобы у нее были силы на цветение. Взяла я вот такое удобрение фирмы Fasco для орхидей. И развела его строго по инструкции. Здесь вот сзади все написано. 8 миллилитров у меня получилось на литр воды. Воду я тоже взяла 40 градусов, немного теплую, то есть не холодную. И обязательно предварительно, где-то за час, за два часа я пролила их. То есть они политые, не лейте удобрения на сухие корни. Они могут обжечься из-за этого. И теперь буквально на 5 минуточек каждую я просто буду в эту воду погружать. В этот раствор буквально на 5 минут. И все. И вынимать. Что я хочу сказать. На удобрении есть инструкция, где говорится о том, что нужно подкармливать ее по октябрь раз в 7-10 дней. То есть примерно это совпадает с поливом. У всех разные условия, разная влажность, разная температура. У меня у орхидеи корни пересыхают примерно раз в неделю. Поэтому именно в это время можно как раз ее заодно и подкармливать. И обязательно для удобства заведите себе какой-нибудь дневник или записки. Записывайте, когда вы их подкармливали. А с ноября уже надо будет их подкармливать реже раз в месяц. Подписывайтесь на канал Жизнь на подоконнике. Будем вместе с вами следить за жизнью комнатных растений. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Пишите комментарии, если есть какие-то вопросы. Обязательно вам отвечу, друзья. Спасибо, что посмотрели. Напишите, как вы, возможно, подкармливаете свои растения. И до новых встреч. Всем пока.